Артем, привет! Сергей, приветствую! Ты уже вернулся, все, не в полях, отсадил картофу? Да, все именно так. Поля засажены. В общем, осталось российскому футболу вернуться на поля футбольные. Ну что, давай начнем все-таки не с Юрия Павловича, а с новости главной на сегодня, которая, возможно, перебивает эту всю историю. Это Александр Медведев объявил, что твоя мечта сбылась. Сергей Богданович продлен, доволен ли ты, потому что ты об этом постоянно в наших эфирах говорил о том, что когда же, когда же, вот я читаю сейчас, задача, не знаю, видел ли ты, задача у Зенита быть всегда первым и успешно выступать в Лиге Чемпионов. Может быть, кто-то скажет, что это звучит самонадеянно, но задача получить к столетию вторую звезду. Это хоть и сложно, амбициозно, но реально. Что касается европейских турниров, то Зенит должен не только играть в Лиге Чемпионов, но и выходить из группы. Такая задача была и не снимается. Вот на что давай бы обратим внимание, твое мнение. Да, но я бы обратил внимание на то, что контракт наконец подписан, потому что об этом говорилось на протяжении всего месяца, мая, да и до этого тоже. Просто в мае было, ну когда же, ну когда же. То есть здесь был и юбилей клуба. Казалось, что в этот день будет красиво подписать соглашение и с Сергеем Симаком, и с Артемом Дзюбой о продлении соглашения с которым, или о заключении нового соглашения с ним пока не объявлено, в отличие от Симака. Но, возможно, Зенит действительно, как мы говорили в предыдущих эфирах, разводит вот эти главные события по разным дням и таким образом создает несколько инфоповодов. Был юбилей клуба на прошлой неделе, началась новая неделя, они переподписали главного тренера. Ну что же, много информационных поводов – это хорошо. И таких позитивных информационных поводов, в отличие от того, что мы видели по отношению к Юрию Семину и Локомотиву. Но об этом мы позже поговорим. А что касается Симака, ну, мне кажется, что других-то и вариантов не было. В чем была загвоздка и почему так долго не объявляли, я думаю, что это были моменты, связанные с финансами и с влиянием тренера на селекционную политику. Потому что по срокам, насколько я понимаю, договорились довольно давно. А вот эти два момента нужно было урегулировать. Ну, правда, я прочитал комментарий Геннадия Сергеевича Орлова. Он, по-моему, в конце прошлого года говорил, что в «Газпроме» есть мнение, что Симак – тренер только для России. Ну, то есть для решения задач «Зенита» в чемпионате России, то есть для того, чтобы команда становилась чемпионом, но не для Европы, насколько я понимаю. И, как мы видим, с этим, с футболом в Европе, в Лиге чемпионов у «Зенита» были проблемы. Команда не только не вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но и не попала в Лигу Европы. Это, конечно, большая неудача. И я думаю, что это тоже принималось во внимание. Но все-таки на данный момент решили, что у Симака есть потенциал, видимо, решать эти задачи в дальнейшем. То есть вот была эта Лига чемпионов. Я думаю, что в следующей стадии будет уже ясная задача выходить в плей-офф. Я думаю, что Симака ее способен решать с таким составом, тем более. Вот на что я обратил внимание. Ведь господин Медведев, он же уже, по-моему, несколько недель говорит, вот на следующий решим, на следующий решим, на следующий решим. Я обратил внимание на два момента. Во-первых, на то, что он говорит о конкретной задаче по поводу Лиги чемпионов. И, вероятно, он акцентирует на этом специально внимание, что, возможно, в контракте что-то по этому поводу написано. И это такой знак для Симака. Второй момент, он говорит о второй звезде. Вот к столетию у «Зенита». Вот сейчас 95 лет отметили. Сейчас у них 6 чемпионств с учетом союзного. А «Звезда» дается за 5. То есть «Зениту» необходимо еще 4 титула. Ну, вот этот титул уже как бы плюсуем. 8 туров осталось. Убежден, я не знаю, будешь ты спорить, что «Зенит» уже станет чемпионом. То есть там нет ничего сложного, не зубодробительный какой-то календарь. Получается 7. И контракт у Симака 2 плюс 1 на 3 года. То есть аккурат к концу контракта у «Зенита» должно быть 2 звезды. То есть 10 чемпионств. И выход из группы Лиги чемпионов. Но тут вот мне кажется, что это такие очень сложные задачи. То есть со стороны клуба, вот если мы разберемся, со стороны клуба поставлены не просто максимальные, а сверхмаксимальные задачи. То есть говорится, что к столетию, но ведь еще тогда надо было 5-летний контракт подписывать, а у Симака 3-летний. И говорится о второй звезде, то есть еще о трех чемпионствах. И 3 чемпионства Симаку надо завоевать за 3 года. Без учета вот нынешнего. И это такая как бы задача сложная, потому что, ну, понимаешь, что «Зенит» должен стать чемпионом сколько получается? 5 раз подряд. Неплохо так, да? То есть одно чемпионство у Симака есть, сейчас будет второе, и еще три. Вынь да положь. То есть, в принципе-то условия контракта такие непростые у Сергея Богдановича. Тут надо... Нет, ну там же нет такого, что вынь да положь. Он же говорит, что мы вот должны стремиться ставить перед собой амбициозные цели. Ну, было бы странно, если бы он там что-то сказал другое. Конечно, мы хотим каждый год становиться чемпионами. У нас там лучшее финансирование, у нас лучший состав. Сергей Богданович, пожалуйста, мы ждем. Нет, ну то есть можно же... Господин Медведев образно иногда выражается, а тут предельно конкретно сказано, что к столетию у нас там вторая звезда. И вообще-то там ты считаешь, как бы и понимаешь, тут будет 7, и осталось 3 года. Во-первых, 2 плюс 1. Еще на третий год же там не подписано, и хочется спросить, то есть кроме вот этих победных реляций, а вы чего, как бы, объявили об этом в первый день, когда кончается предыдущий контракт? Вы что, как бы, это самое, подгадали к какой-то дате? То есть вот что... Истек контракт прежний, вот первый день нового, вот и все, вот будет ответ такой. Ну да, но вообще, как бы, обычно о таких вещах Медведев же нам говорил, вот-вот, тут детали, как бы, и прочее. Я думаю, что еще там, наверное, есть что-то внутри по поводу влияния Симака, правильно ты сказал, совершенно на трансферную политику, потому что я думаю, что у него есть вопросы, и вопросы по работе, наверное, спортивного департамента, и там, возможно, будут перемены. Возможно, Симака что-то не устраивает. То есть мы помним историю там с Сутерминым, когда спортивный департамент сработал слабо, запорол работу, и вмешиваться пришлось Симаку. И вмешиваться там звонками самому главному боссу, когда ситуацию разворачивали. Разворачивали. Да, и в итоге все это обернулось репутационной катастрофой для всего футбольного клуба. Да, обернулось грустно, но Симак получил свою историю, значит, и теперь он уже стал высказываться, теперь уже на темы, которые не имеют к нему вообще никакого отношения по поводу госфинансирования. Когда он говорит о том, что госфинансирование – это плохо, это надо вот убрать, то хочется тут же сказать, ну, во-первых, поаплодировать и сказать, что давайте теперь «Зенит» не будет финансироваться силами «Газпрома». Ну, это отдельная тема, да? Юрий Павлович, твое мнение о интервью, которое дал Юрий Павлович, значит, что ты о нем можешь сказать? Ну, огромное интервью, я уже читал его в ночи, оно появилось в 12 ночи на сайте Спортэкспресса, Игорь Робинер его сделал, ну, в принципе, понятно было, что оно не могло быть маленьким, в принципе, по определению, потому что ситуация такая, ну, и потому что его брал Игорь Робинер. В общем, я посмотрел, по-моему, ты сформулировал мнение свое об интервью аж в пятом часу утра. В пятом часу, да, я сидел, думал, как бы созванивался, общался, думал, что ж ты как бы вот сверялся просто со своими впечатлениями, какие мысли у коллег. А с кем ты созванивался в пять утра? А никто не спит, я тебе должен сказать, что сместилось совершенно, никто не спит, то есть вот это невозможно, то есть произошло смещение, никто не спит до глубокой ночи, светло уже было. Сейчас я тебе с полной ответственностью могу сказать, что светает в три часа пятьдесят минут. Три часа пятьдесят минут уже светло. Да, я знаю, соловьи начинают петь. Ну, я не знаю, соловьи, птушки какие-то поют. Но уже светло и нормально там, значит, замечательно работает, мысли, как бы нормально все. Ну, а что, Юрий Павлович, мне кажется, он не сказал каких-то там сенсационных вещей. Он сфокусировал внимание на трансферной политике, на том, как это было. Обратил внимание на агентов определенных, которые имеют сейчас влияние на локомотив и на нынешнее руководство. В общем, он высветил все те вопросы, про которые говорилось, и высветил их таким образом, чтобы показать, что он, в общем-то, делал дело, а что делали руководители непонятно. И, в принципе, мне нравится, конечно, этот его посыл, что, ну, если все так плохо, то за мной должны последовать и господа Акикнадзе и Мещеряков. Пойдемте вместе, призывайте Юрия Павловича. В принципе, в общем-то, да, если вы меняете... Я бы сказал, не пойдемте, а пройдемте. Вот так вот, наверное, надо сказать, пройдемте, да. Да, раз вот так, все, может быть, тогда сменить, если вы меняете там концепцию развития клуба, что-то такое, может быть, этим займутся другие люди. Все вот заново, то есть другие люди приходят, они будут делать новый клуб, новую команду. Почему? То есть вы выбираете тренера, но вы остаетесь. Тоже посыл Семина, в принципе, понятен мне. И, в общем, я тоже, как и ты, пытаюсь какой-то сделать вывод из этого интервью, из этой ситуации, которая закончилась. И пока у меня есть только заголовок к заметке, я не знаю, вот как его привязать, может быть, что-то сформулируется. «Бедный, бедный Палыч». Есть фильм такой, «Бедный, бедный Павел», там, где Виктор Сухоруков. «Бедный, бедный Палыч» – это, естественно, не безотносительно к его состоянию, к тем деньгам, которые он заработал в «Локомотиве» справедливо, за результат и так далее, можно там все что угодно говорить. Но «Бедный, бедный Палыч» – это, наверное, что-то такое, что вокруг него происходит в последний месяц особенно. И вот эта история с тем, как с ним, я не знаю, правильное слово, нет, прощались или благодарили, я не знаю, в соцсетях «Локомотива». Много там откликов было, вплоть до того, что сегодня не заходим мы в Твиттер или в соцсети. Артем, вот давай как бы, ты когда первое открыл, у тебя какая мысль была вот в соцсетях? Я понимаю, что ребятам из пресс-службы «Локомотива» тяжело, да, ну то есть я понимаю моральную составляющую, но их работа, как мне кажется, в том числе предупреждать руководителей о том, что будет, если мы будем устраивать такие акции. Ну то есть это можно было просчитать реакцию людей и как бы на этот самый, и на подсвеченный плакат Семина на этом самом, на здании, где было, высокоэтажном. И на реакцию вот эти все, ну у тебя какая, какая было первое ощущение, чувство, реакция, когда ты увидел эти фото в соцсетях? У меня не было вот такого, что, а, то есть что же случилось-то, что произошло. Ну я как бы там человек-то подготовленный, я понимаю, что там последний рабочий день, вот они так отрабатывают эту историю, именно отрабатывают. Я понимал, что, ну, в принципе-то это неплохо сделано, все эти там ролики, слова игроков, там какие-то истории сказаны. Мне интересно было это смотреть. У меня не было чувства каких-то там вот таких кошмар, как это можно сделать. Мне было это интересно смотреть. Но я понимаю ситуацию, я вижу, что ребята из пресс-службы это делали искренне. Им это, ну вот, они к этому творчески подошли. Другой вопрос, что это сделано неискренне в принципе, по сути. Мы же знаем отношение к Семину, руководителей клуба. Тогда, собственно, и не складывается это как-то в одну картину. То есть это неискренне по сути, по исполнению это искренне. То есть это нормально, это хорошая история сделана. Но то, как это все, то, как к этому всему пришла, пришла эта ситуация, она ненормальна. То есть вот у меня тоже вот, как и с заголовком и с текстом, я не могу пока сложить его едино, так и здесь. Вот всему свое время и место, ты правильно сказал. То есть у меня, когда я увидел, ну вот если бы, а что, Семин умер? Ну, то есть плакат в рамке, как бы высказывание, то есть что случилось? Ну, мне кажется, что было бы, ну, правильнее, что ли, дать один пост, все, получить негатива, но не получить такой дичи, что произошло. Но для этого надо все-таки руководителям клуба говорить и жестко говорить, что вот это делать, этого не делать. Потому что, возвращаясь к этому интервью, конечно, когда Локомотив решил по Семину, у клуба должно быть четкое понимание, что будет 1 июня. Что будет такое интервью 1-2 июня, и к нему нужно подготовиться. Нужно подготовиться там или сделать все, чтобы такое интервью не появилось, но для этого договориться с Семиным. Здесь он, конечно, предстает во всем белом. Все, он, понимаешь, возведен в ранг святого. Но на самом деле там же есть вопросы. То есть, есть две Лиги Чемпионов, замечательно, что туда вышли, принесли деньги серьезные. Но ведь в этой Лиге Чемпионов поражение на поражение. Но поражение на поражение. И некоторые матчи было смотреть невозможно. Ну, беспросветность. То есть, по-моему, из 12 матчей 10 проиграно, если я не ошибаюсь. Ну да, там же предыдущие, не вот эта Лига Чемпионов, где играли с Ювентусом и Атлетикой, а когда был там Шальке, Порту и Галатасарай. То есть, там было уныние, реально. Это невозможно было смотреть. Здесь посыл такой, что у нас в группе были Ювентус, Атлетико, там все клубы суперсильные. И такой посыл. То есть, от Лиги Чемпионов как-то забывается. Но там был полный провал вообще. Ну, было бы странно, если бы в этом интервью Юрий Павлович себя не выставлял бы во всем белом. То есть, ну, а как? То есть, он дождался момента, чтобы ответить гендиректору Кикнадзе. Да. Показать, что показать. То есть, в этом смысле, понимаешь, и по этому интервью тоже есть вопросы. Но я говорю, что Локомотив подошел к ситуации абсолютно неподготовленным. Все шаги, а нам представляли Кикнадзе как очень хорошего пиарщика, который может вот что-то выстроить. Они все оказались невыигрышными. Все не сработало. Вся история, которая была, не сработала. Семин переграл дед 73-летний. Дед 73-летний. Это ни в коем случае не уничижительно по отношению к Семину. Насколько он оказался хитрее, мудрее, современнее даже нынешних руководителей Локомотива, что на их поле, на их поле в пиаре, в СМИ он их уничтожил. Он растоптал. То есть, даны же характеристики совершенно отвратительные. Там, продавец обоев этот лосюк. Но он, как говорят, во-первых, не продавец, а он торговал, по-моему, пишущими машинками. Но здесь фактура такая, что все, обои. Этот самый, набили этот мироптен, который футболистов привозил. Там очень четкие как бы есть вещи. То есть, я вижу логику, я даже об этом написал у себя в Телеграме, о том, что он выстраивает какую-то тему, что Геркус гендиректор, Борис Ротенберг спортивный директор, а он главный тренер. Сформирована команда. Через два месяца, если вдруг не пойдет, сформирована команда. И футболисты же, какой хороший Юрий Палыч. Да, и он же оставляет еще зазор. Он, по-моему, в том же посте отмечает, что практически не упоминается глава РЖД. То есть, понятно, что без его ведома такое решение не принималось. Но все равно Юрий Павлович понимает, что если случись что, принимать решение будет тоже он. И Александр Анатольевич Мистеряков проследует на выход. Да, купешку прошу не закрывать. Я пошел, но купешку прошу не закрывать. Вот я бы так это все обратил в Иване. Потому что он говорит, вот я еще как бы, не конечно, а еще могу. Вот в ФНЛ не пойду, а в локомотив, если что, вернусь. И он имеет на это право. Он тут 30 лет работал, как бы с ним достигнуты основные. Но люди, которые пришли в локомотив сейчас, которые работают, они проиграли эту партию. У них есть сейчас только как бы партия носорога. Переть буром. Переть буром. Все, зачем вы сделали, сковырнули такого монстра? Зачем вы устраиваете это там, значит, вот Юрий Павлович наше все? Все, отрезали, идите дальше. Прийти буром теперь. Потому что ничего другого не остается. Все, у вас единственный шанс. Либо вы идете на прорыв, либо вы идете дальше заниматься железнодорожными вагонами и телевизионными камерами. Да, вот про пиар. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему их руководители подавали как пиарщиков. И продвигали как переговорщиков. Скорее, да. Я ведь общался с Василием Александровичем Кикнадзе, когда он руководил телеканалом «Спорт» и потом, по-моему, «Спортивный панорам» он возглавлял организацию. И он принимал участие в переговорах по контрактам телевизионным. То есть там реально была каждодневная работа. Я созванивался или писал чуть ли не каждый день, чтобы узнать, ну что, подписан ли контракт, какая сумма. То есть реально там была каждодневная работа. И реально он договаривался. И шли переговоры. И поэтому я еще больше удивлен, что все в итоге вылилось вот в такую ситуацию с Семиным, что не договорились ни почему, ни с самим Семиным. Ни по ситуации, чтобы обезопасить клуб и как-то минимизировать риски. То есть все моменты, где можно было бы договориться хотя бы о чем-то, они упущены абсолютно. То есть куда ни кинь. Ну это удивительно для меня. Ну да, ну то есть я говорю, что условно говоря, если где-то насрано, то не надо эту кучу сахарной пудрой вот так вот чуть-чуть посыпать и говорить, какой же кекс замечательный получился. Все, идите дальше. Идите дальше. Тут уже воняет. Все, дальше. Придите носорогом. У вас единственный шанс. Вот сейчас, что Николич вас вывезет. Потому что если он вывезет второе место, вы потом можете с днем рождения Семина поздравлять, с 75-летия акции делать. Да хоть на Красной площади вы пану его разместите. Сейчас уже все отрезано. Идите дальше. Спасение ваше в будущем. Если постоянно туда смотреть, сейчас же будет очень сложная история. То есть там легкий календарь. Если они Оренбург не обыграют со счетом 3-0, если они Оренбург не уничтожат, не втопчут прямо в это поле Черкизовска, а там придет ведь масса народу. 4 тысячи только пустят. А ты представляешь, сколько придет туда к Черкизовой, которая будет кричать Юрию Павловичу «Оле-оле!» в парке там рядом. Там будет замечательное зрелище, я думаю, что 21 июня. Юрий Павлович, может быть, приедет тоже в ложу, как он сказал, посмотреть. Может быть, да. Может быть. Потому что если вы не обыграете Оренбург, будет ситуация как с Массимо Каррерой, все будут кричать, и толпа народа просто прорвется на стадион, уберет Николича, посадит на тренерскую скамейку Юрия Павловича и скажет «руководи нами». Надо уничтожать Оренбург. Другого пути нет. Не нужно оглядываться назад. Все, сделали, прийти носорогом. Право сильного. Прийти носорогом. Мы сделали, сковырнули такого монстра. Он может еще вам давать сдачи, вопросов нет, еще что-то. Все, не оглядываться уже в прошлое. Прийти вперед. Работайте быстрее в этой ситуации, потому что нужно делать вещи скорее. Про Украину мы с тобой хотели поговорить. Ты внимательно следишься. Расскажи про Украину. Что там? Там рестарт произошел. Да, не так внимательно, как хотелось бы, но не забываю про украинский чемпионат. И они рестартовали на минувших выходных. Интересно было, что в этом самом первом туре после рестарта играли главные клубы. Это «Шахтер» и «Динамо». Играли в Киеве. Да, играли в Киеве на пустом стадионе «Олимпийский», где был финал Евро 2012. И, в общем, было интересно смотреть. Я, правда, не видел матч целиком. Смотрел главные моменты. И что мне запомнилось, матч впервые судили женщины. Екатерина Монзуль или Катерина Монзуль из Харькова и две они помощницы. То есть впервые в истории этого главного украинского матча осудили женщинам. Там было несколько таких моментов, где Вар помогал в частности с пенальти разобраться. В общем, по-моему, они справились. И было интересно посмотреть и на сам футбол, и на то, как они работают, этот матч. Ну, там еще несколько матчей было. В общем, видно, что футбол вернулся. Я видел, что все игроки удовольствие получают от того, что просто выходят на поле. Да, там стадионы пустые пока. Вот. Ну, все равно. То есть футбол вернулся. И вот это главное. Еще запомнились мне фотографии, в том числе в соцсетях, где футболисты Шахтера после матча с Динамо обнимаются. То есть нету вот этих локоточков, что-то там еще придумано. Все, уже эмоции на полную. Разве что нету зрителей на трибунах. А так голы, стыки, обнимания. Вот. Я рад, что теперь на Украине играют в футбол. И очень жду, когда Локомотив встретится с Оренбургом. Ну, и все остальные там. Фото и текст. Посмотрите у Артема в Яндекс.Дзен канале. Футбольные темы. А ты хотел высказать по поводу еще ПФЛ, по поводу того, крика души, который есть у Престаше Владимирского торпеда. Да, Владимир Никольский, Престаше торпеда. Один из самых таких живых людей в ПФЛ, которые все время находят какие-то инфоповоды. Он на минувшей неделе в Инстаграме у себя высказался, что вот, это тот самый день, когда мы должны были завершить сезон в ПФЛ. Но он, как известно, не рестартовал. Там сезон завершен досрочно, как и в Футбольной национальной лиге. И самое главное, что до сих пор неизвестно, когда будет рестарт и в ПФЛ, и в ФНЛ. И, честно говоря, меня это не немного, а пугает. То есть я с каждым днем все больше и больше опасаюсь, что там ничего не рестартует вообще. То есть все себя чувствуют, как будто так и надо. То есть скоро будет год, наверное, как в ПФЛ уже не играют в футбол. Но это ненормально. Я считаю, что это большое упущение и большая ошибка. То, что сезон не доиграли ни в каком виде ни в ФНЛ, ни тем более в ПФЛ, где друг к другу ездят на автобусах и где на трибуны, как ты отмечал, входит в среднем по 300-400 человек. И я думаю, что это большая стратегическая ошибка и ФНЛ, и ПФЛ. Потому что на первый план будут выходить Амкал, Эгреси и другие проекты, которые хотят себя продвигать, в том числе в интернете. А ПФЛ и ФНЛ постепенно будут уходить. И если вот эта тема продолжит, развитие, о котором ты упоминал, уход государственных денег в том или ином виде, постепенно, не постепенно, но ФНЛ и ПФЛ просто перестанут кого бы то ни было интересовать. Футбол будет переформатироваться в формате диджитал, если можно так сказать. Но об этом поговорим уже в следующий раз. Хорошо. Я думаю, что к тому времени, быть может, хотя бы какие-то планы появятся, когда же рестартует и ФНЛ, и ПФЛ. Там тоже все-таки люди хотят посмотреть футбол вживую. Ну что, дождались переподписания Симака, дождемся и рестарта ПФЛ. Спасибо тебе. До встречи. Счастливо.